Дорогие друзья, я хочу объяснить вам, что такое конкуренция, почему ее нет в Казахстане и последствия ее отсутствия. Что такое конкуренция? Давайте в качестве примера возьмем хлебный магазин. Допустим, в вашем городе единственный хлебный магазин. Почему? Потому что так решила власть. В этом случае это типичная монополия. Какие обычно возникают проблемы в этом случае? Представьте, в вашем городе живет 100 тысяч человек. Когда один хлебный магазин должен обеспечить хлебом всех жителей, вы сами заранее можете сказать, что будет в этом случае. Во-первых, будут гигантские очереди. Вы не сможете покупать столько хлеба, сколько вам необходимо. Очевидно, что сразу будут установлены правила, по которому будет разрешено покупать только ограниченное количество хлеба. Во-вторых, хлеб будет, безусловно, продаваться плохого качества, так как продавцу хлеба не надо бороться за качество выпускаемого хлеба. Его купят и так. В-третьих, владелец может поднимать цену на хлеб, так как у потребителя нет возможности купить хлеб в другом магазине. Помните, как совсем недавно такая ситуация была по нефтепродуктам и углю? Огромные очереди, продажи некачественного бензина и угля. Резкий рост цен, особенно это было заметно по углю. Почему? Потому что этими товарами торговала только семья Назарбаева через своих подставных лиц. То есть монополия Назарбаева привела к росту цен, очередням, плохому качеству товара и плохому обслуживанию, когда потребители нефтепродуктов и угля буквально унижали, прежде чем продать эти товары. Теперь вы понимаете, что такое монополия? Как влияет это на вашу жизнь? Давайте теперь разберём ситуацию, когда монополии нет. И в качестве примера снова рассмотрим хлебные магазины. Но теперь представьте, что в вашем городе появилось много магазинов с разными владельцами. У вас появилась возможность выбирать. Если хлеб дорогой у одного владельца магазина, то можно пойти к другому, где хлеб дешевле. Или если хлеб у одного магазина некачественный, тогда вы можете пойти в другие магазины, где хлеб качественный. Почему качественный? Потому что эти магазины начинают конкурировать между собой, что вы купили хлеб именно у них. Они для этого улучшают качество и ассортимент хлеба, понижают цены, улучшают интерьер магазина и сервис. Вас встречают приветливые продавцы, которые прекрасно вас обслуживают, чтобы вы купили хлеб только у них. Эти хлебные магазины стараются дать вам лучшие цены и качества. Таким образом, цены на хлеб становятся не только ниже или стабильными, но вы получаете разнообразный и качественный продукт с прекрасным обслуживанием. В этом случае не будет никаких очередей. Вас уважают, борются за вас. Почему? Потому что у вас есть выбор. Магазинов много. Вы можете уйти в другой магазин, если вас что-то не устраивает. Теперь посмотрим на рынок Казахстана. Где вы ощущаете проблемы с ценами и качеством? Практически во всех отраслях экономики. Там, где существуют монополии Назарбаева. Производство электроэнергии, тепла, нефтепродуктов, хлебные монополии, монополии на средства массовой информации, телевидение, монополии на строительство дорог и многих объектов строительства, монополии на распределение земли, монополии на связь, авиацию, крупные торговые центры, которые все под контролем Назарбаева и его близкого окружения, с которыми он вдоль и. Монополия даже на базары. Назарбаева монополия на власть. Никто не может выдвинуть свою кандидатуру на должность президента без риска для своей жизни. Назарбаев уничтожает своих конкурентов, сажает в тюрьму, преследует их по всему миру, пабрикуя уголовные дела. Полное монополии на средства массовой информации, телевидение, над прокуратурой, судебной системой, позволяет ему объявить любого оппонента мошенником, убийцем, вором, преступником самого различного масштаба. Следственные органы придумают любые обвинения, суды выносят любые приговоры, когда им прикажет Назарбаев. А средства массовой информации и телевидения подадут по всей стране так, что народ будет слышать только то, что нужно Назарбаеву. Таким образом, монополия на власть дает Назарбаеву все. Он один, и в стране нет других политиков. У народа Казахстана нет выбора, и он может творить, что хочет. Развалить экономику, врать десятилетиями, и все это будут терпеть. Монополия на власть дает Назарбаеву возможность получать монополию на многие сферы в экономике. Пользуясь этой монополией на власть, Назарбаев поддает лучшие месторождения и заводы своим родственникам, партнёрам по бизнесу, которые вместе затем взвлекают прибыль. Он отдал крупнейшие предприятия страны, которые монопольно производят нефть и нефтепродукты, медь, цинк, алюминий, ферросплавы, золото и другие металлы своим партнёрам по воровским схемам за бесценок стоимостью сотни миллиардов долларов. Назарбаев со своими поддельниками зарабатывает миллиарды долларов, выплачивая работникам этих предприятий по 300-400 долларов в месяц, где-то 100-150 тысяч тенге. На аналогичных предприятиях мира средняя зарплата не менее 3 тысяч долларов или 1 миллион тенге. А нефтяники в этих странах зарабатывают в среднем не менее 10 тысяч долларов в месяц, то есть свыше 3 миллионов тенге в месяц. Почему наши работники зарабатывают так мало? Потому что всем этим предприятиям владеет Назарбаев. И он устанавливает низкие зарплаты на этих предприятиях по всей стране. У работников этих предприятий нет выбора, потому что в каждом городе и регионе монопольным владельцем этих предприятий является Назарбаев, и нет возможности найти другое предприятие и получать более высокую оплату за свой труд. Всё это является причиной монополии. Монополии на власть и, как следствие, монополии на экономику страны. Это очень большая проблема для народа. Это прямо влияет на нас. Посмотрите на рынок нефтепродуктов. Бандит Кулебаев, зять Назарбаева, контролирует абсолютно всё на этом рынке и вытворяет он всё, что угодно. Когда цены на нефть в мире понижались, цены на бензин в Казахстане росли. В стране нет качественного топлива. Казахстан не производит высококтановый бензин и нет высокого качества дизельного топлива. Мы импортируем нефтепродукты из России, причём являясь крупным производителем нефти в мире. Назарбаеву Кулебаеву нет необходимости реконструкции трёх существующих ещё советского периода нефтеперерабатывающих заводов. Семья Назарбаева и так хорошо зарабатывает, продавая некачественный бензин. Зачем им делать инвестиции, чтобы поставлять высококтановое топливо? Они могут легко устроить дефицит, организовать очереди и панику, и поднять цены. И народ всё равно будет стоять в очередях, чтобы наполнить свои баки. Если бы была настоящая конкуренция, было много производителей и поставщиков нефтепродуктов, как в случае с хлебными магазинами, тогда бы и цены на нефтепродукты упали, качество сервиса улучшилось бы, и не было бы никакого дефицита и никаких очередей. Казахстан не производит чай, одежду, бананы, сотовые телефоны. Разве на них есть очереди? Именно эти товары поставляют компании, которые не находятся под контролем Назарбаева, и поэтому с этими товарами у вас нет никаких проблем. А как насчёт банковской сферы? Тоже Назарбаев, Кулебаев контролируют все основные банки страны, причём открыто. Им не нужно улучшать сервис, нет необходимости снижать ставки на кредиты, не нужно делать вообще ничего. Мы обойдёмся 5-10 банками. Нам не надо 36-40 банков. Всё равно народ будет брать кредиты именно в его банках и попадать в кабалу. У вас нет никакой альтернативы и выбора. А что бывает, когда нет выбора? Правильно. Очереди, плохое обслуживание, высокие цены, низкое качество продукта. Всё это следствие монополии. Теперь более актуальное – рынок угля. Казахстан производит угля на душу населения больше всех в мире. Мы входим в число 8 крупнейших производителей угля в мире. И при этом у нас дефицит угля. Задумайтесь. Причём зимой дикий холод. Люди просто мёрзут богатейшим углём в стране из-за монополии. Весь рынок производства угля контролирует семья Назарбаева. Им не с кем конкурировать, потому что у них полная монополия на уголь. И они действуют как бандиты, повышая цены на уголь, когда люди вынуждены покупать уголь только у них. Зимой проблемы с углём, осенью с топливом, весной паводки, летом не хватает воды. И не только для полива урожая. Во многих регионах страны нет обычной питьевой воды. Людям в сёла отвозят воду машинах. Люди, очнитесь. Мы в каком веке живём? Нужны структурные антимонопольные реформы во всех отраслях. А это невозможно, пока у диктатора Назарбаева монополия на политику страны. Нет конкуренции. Сильные оппозиции. Независимые политики не могут предложить свою программу развития страны. Людей нет возможности выбрать лучших политиков, как в случае с хлебным магазином, чтобы принципиально улучшить свою жизнь. У нас политика один, Назарбаев, который почти 30 лет у власти. И отсутствие возможности выбора политика приводит к тому, что страна разрухит. Мы живём как в XIX веке, не имея самого элементарного. Не имея достойной работы, жилья, хорошее образование, хорошее образование, медицины. Тотальная нищета и отсутствие будущего. Почему? Потому что у народа нет выбора. Нет возможности выбирать себе власть, политиков, потому что в этой сфере полная монополия на власть у Назарбаева. Это приводит к деградации страны и к тяжёлой жизни всех граждан, кроме Назарбаева и его приближённых. Назарбаев не бьётся за ваши голоса, за ваше расположение. Один я вот, видите, торчу. У вас других нету. Поэтому держите за меня. Следующий хуже будет ещё. Он не пытается улучшить вашу жизнь, помочь найти вам хорошую работу, не создаёт новые рабочие места. Он не борется за вас, как те самые хлебные магазины, чтобы вы не ушли в другой магазин. Назарбаев не боится, что вы уйдёте к другому политику и проголосуете за него, потому что эти политики уничтожаются. У вас нет выбора. У него полная монополия на власть. Почему жизнь в ведущих странах Запада во много раз лучше, чем в Казахстане? Потому что там много политиков. Потому что там честные выборы. Эти политики, как в хлебных магазинах, борются за голоса своих избирателей. Они предлагают различные программы своим избирателям. У народов этих стран есть право выбора политиков, как в хлебных магазинах. Поэтому там политики не врут своим избирателям, исполняют свои предвыборные обещания. Именно поэтому в этих странах народ процветает. Процветает потому, что в этих странах есть оппозиция, конкуренция. Продолжение следует... Он искал hate against Muslims. Он directly attacked women's rights. Что большее будет президент Trump должен быть делать before the Prime Minister будет слушать 1.8 миллиона людей who уже called for his state visit invitation to be withdrawn? The right hon. Gentleman's foreign policy is to object to and insult the democratically elected head of state of our most important ally. Let's just see what he would have achieved in the last week. Would he have been able to protect British citizens from the impact of the executive order? No. Would he have been able to lay the foundations of a trade deal? No. Would he have got a 100% commitment to NATO? No. That's what Labour has to offer this country. Less protection for British citizens, less prosperous, less safe. He can lead a protest. I'm leading a country. То есть, все как с хлебными магазинами. Когда хлебных магазинов много, тогда появляется конкуренция, низкие цены и высокое качество. Так и с политиками. Когда много политиков, когда политики борются за каждый голос своего избирателя, тогда и политический курс страны направлен на благо народа, на его лучшую жизнь. Но когда монополий на власть у одного человека, тогда все плохо. Как в Казахстане, когда монополий на власть и на экономику принадлежит Назарбаеву. Именно поэтому, если вы хотите улучшить свою жизнь, то необходимо добиться, чтобы монополии в стране были разрушены или были под контролем народа. В первую очередь, необходимо разрушить монополий на власть Назарбаева. Вступайте в ДВК, и мы вместе добьемся перемен и построим передовую страну. Пришло время перемен. Всем привет! Вы только что посмотрели видеоролик на моем канале YouTube. Вы можете сделать свой вклад в развитие движения Демократический выбор Казахстана. Первое. Подпишитесь на мой канал YouTube. Второе. Поделитесь видео со своими близкими друзьями. Третье. Вступайте в Демократический выбор Казахстана. ПОЕТ ПОЕТ